Приветствую вас. По вашему описанию, получается так, что вы со своей девушкой встречались год, мы были вместе, она никуда не уезжала, она как бы была с вами, и она находилась, скажем так, в таком круговороте эмоций, чувств, проблем, желаний и людей. И когда она уехала и была без вас, она поняла, что может быть по-другому, она увидела себя под другой, а увидела себя немножко, ну, под другим углом, как бы, ну, вот. Вот. И, соответственно, когда вернулась, поняла, что не хочет быть вот такой, поняла, что не хочет жить так же, поняла, что хочет жить по-другому, поняла, что для нее интересны и важны какие-то, ну, другие моменты, которые раньше, например, не были важны и так далее. Это похоже не на измену. Это похоже на то, что человек стал больше внимания заострять на том, что он делает, как живет, чем занимается, на что тратит свое время, свои, свои силы, свою энергию и так далее. Вот на что это больше похоже. Я не думаю, что там обязательно была измена, как бы, как бы, сами говорите, что она очень устала и вряд ли там была измена. Вот. Потому что, ну, все-таки для измены нужны силы, а там, как бы, как вы сами видите, никаких сил у человека нет. Вот. Просто, скорее всего, она вырвалась именно вот из привычного для нее круга, из привычной для нее модели поведения, вдохнула свободно, свободно, ну, может быть, не свободно, а может быть, просто под другим углом посмотрела на всю эту ситуацию в целом, вот, и поняла, что я это не устраиваю. Другое дело, другое дело, почему вы, вот, именно вы, ну, скажем так, настаиваете на измене, вот, именно вы на измене, почему настаиваете? Ну, допустим, даже если она вам изменила, даже если, а, то что? Что дальше? Все равно ситуацию вам уже не поменять. Девушка явно не хочет, а, как бы, как бы, быть с вами в отношениях, у девушки явно, если есть, а, какие-то свои взгляды сейчас, у девушки явно есть, а, свои цели. И даже если, даже если она вам и изменила, то это не меняет, а, сути, как бы, сути проблемы это не меняет, именно сути, сути проблемы именно, именно между вами, как бы, вот, потому что, ну, да, она могла, могла изменить, да, она могла изменить, да, она могла изменить, но по факту, по факту, это не меняет ситуацию совершенно, вот, как бы, потому что человек, да, он же что-то, что-то для себя уже решил, и вряд ли он будет это решение менять. А вот вопрос к вам, что для вас означает наличие, например, измены? Что для вас это значит? И для чего вы интересуетесь этим это вот, на мой взгляд, куда более важный момент. Почему вас это беспокоит? Да? Почему вас, ну, почему вас это волнует? Ну, допустим, любили вы девушку, и понравились его расстаться. Допустим, ей стыдно, что она с вами так поступает, потому что, ну, понимает, что вы старались, что, значит, вот вы пишите, что я старался сам развиваться, подсказываться друг у друга, да, то есть она понимает, что вы в отношениях реально что-то делает. И поэтому она не говорит. Не может сказать. Естественно это сказать. А вы думаете, думаете, что там измена? Может быть и измена, только это мало что меня. дальше. Как мне быть, забыть ее или ожидать, что она вернется? Так, ну, почему она не может признаться, я вам сказал. Разберитесь, пожалуйста, всем, что для вас означает наличие измены, особенно при условии, что вы, человек, любите. Определитесь, пожалуйста, с тем, для чего вы старались сами развиваться. Делали ли это вы для себя или делали ли это вы для нее? Вот. Забывать ее, забыть ее у вас не получится. Ожидать, что она вернется, тоже смысла никакого нет. поэтому поблагодарите ее за время, проведенное с вами, поблагодарите ее за те моменты, которые вы с ней испытали, поблагодарите ее за это и, соответственно, живите своей жизнью. Это единственное, что вы можете сделать. Пообещайте или приглашите, что она может обратиться к вам в любой момент, когда ей будет это нужно, когда ей будет это необходимо, она может к вам обратиться. Вот. Обязательно приглашите ее и живите дальше. Если вам больно, если вам обидно от того, что она не ценила то, что вы делали, значит, вы делали это не для нее. Вот, если не для себя, а для нее. Значит, вы это делали для нее. если вы боитесь измены, если вы опасаетесь, что измена там была, в данном случае у вас имеет место быть возможно неуверенность в себе. Вот она мне изменила, вот она нашла кого-то лучше. Вот. И это неуверенность в себе, это ваши проблемы. Ваша проблема. Это именно ваша проблема, не проблема девушки никак. Потому что, ну, вы встречались год, да. Во-первых, женщина не мужчина, чтобы выращаться на своих чувствах четко и ясных всегда, когда это нужно. А во-вторых, она элементарно могла просто испытать спать чувства к вам. Ну, как бы она это объяснила, что у нее прошла любовь, а вы бы поверили, даже если, но она не считает, что в это можно поверить. И считает, что вы не поймете, боится, что вы не поймете. Чтобы ей там не двигалось, и сейчас ей лучше без вас. Если вы любите ее, оставьте ее в этом состоянии, если она вас любит, она побудет без вас, вернется, все вам расскажет, все объяснит. Тогда нужно будет обстоятельно поговорить, потому что это ненадежность человека. То есть, если вы с человеком, то вам нужно быть как-то в нем уверенным, что она вас не бросит, что на нее можно положиться и так далее. А если не вернется, значит, это не ваш человек. И вывод, зачем вам нелюбящая женщина рядом напрашивается сам собой. На этом все. Надеюсь, что-то мог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!